Так, теперь Вроде мы эту тему закончили Относитесь как хотите Делайте для себя Лучшая капулировка Если бесценный черенок Хотите сохранить материал Михаил наверняка так делал Каждую почку делал Почка со щиточком Под кору Приживается У нее одно из преимуществ Если все делать вовремя То получается выход годного Практически 100% Уже когда вы делаете капулировку Накладываете Два этих самых Косых среза Ой, а вы знаете слабенькое место какое Косеньем ветром сдуть может Я это проходил до свез Когда я начал делать лучше капулировку Значит получается с разрезом То есть получается вставляешь одно в другое Замок получается Обматываешь Держится крепче Но все таки Чтобы на таком длинном расстоянии Где очень большая поверхность Состыковки Большая Вот я образно рисую Чтобы все совпало Чтобы камби совпало с камбием Все таки может быть не 100% Приживаемость А в половине случаев Как многие Вот 7 из 10 9 из 10 Ну кому как бы А у кого-то 0 Только он не может понять Почему Я не могу понять Вот Когда мне говорят Вы знаете яблони прижились Абрикосы нет Ну понятно Абрикосы насколько капризны С ним вообще обращаться надо Как с хрустальными вазами И уж конечно Привать так уж Только бы Почкой нежелательно Ну ладно Там уж как Принимайте Как хотите А Михаилу я очень благодарен За это письмо Очень Спасибо вам Вот Потому что я Копнул поглубже Архив-то у меня бесценный И выкопал Вы же не видели этого ничего А видел пока Антон Сафронов Когда-нибудь он меня сменит На экране Вот этот Молчит Молчит У него за пазухой Уже столько наблюдений Идем дальше Так Здравствуйте Посмотрите На досуге Данное видео Как наш брянский специалист С большой буквы Учится доводству Местный люд А я на айфоне Со своей правдой Как белая ворона До хрипоты доказывает Что все это бред От начала до конца Но куда мне Молодому садоводу Против этих гигантов садоводства Спасибо что открываете глаза На истинную жизнь И деревья А я с гордостью Считаю вас Своим учителем Фамилия у него Мезинов Так Олег Олегович Мы уже давно дружим Помните когда-то Это был я ему Я познакомился С Брянским институтом Как он Люпина Вот Я бы его закрыл бы Сейчас бы Дайте мне только волю А потом бы Это самое Повыгонял и поставил Других совсем Их не переучить Смотрите Я решил быть Очень-очень деликатным Сейчас тут У меня Кружка чуть удалит С чаем Я друзья Постараюсь быть Очень-очень деликатным Вопрос серьезнейший Почему Если бы я не видел Эту страшную цифру 537 тысяч Просмотров А то что мы Сейчас с вами Через месяц Будет 500 То есть На тысячу Их читателей Один Из нас Тысяча Один Их две тысячи Нас два Их три тысячи Нас три Их будет 500 тысяч А нас всего 500 Поэтому Я Я этот фильм Видел раньше Я не стал реагировать Потому что Их сотни Вот Сейчас я объясню Во-первых Откуда они берутся И почему Он прав Мезинов Почему он Это как Правда Это он белая ворона Не тот Кто учит убивать К сожалению Смотрите Здесь на экране Вы не видите Эту Женщину Очень-очень Немолодую Вот Вроде простовато Все так Смотришь И не подумаешь Что она доктор науки Профессор Как таких берут Я не знаю Почему Потому что Вот понимаете Сейчас дойдем До обрезки Вот она обрезка Для того Чтобы Вот Всего лишь Полгода назад Она вот сделала Этот злосчастный фильм Да Вред дикий А ведь она До этого Всю жизнь Она так Не молода Что Это Что всю жизнь Она Дети Сама Калечила Деревья И людей Калечила Потому что За полгода Она научила Полмиллиона Для чего Нужен был Вообще Этот фильм Объясняю Центр поддержки Садоводства Садоводников Россий Вот они Эти центры Поддержки Вот у нее Я ей лайки 14 тысяч Поставил Вот А этот центр поддержки Он должен Существовать Он должен Наполнять Вот эти все Как их называют Сайт Это или что Или блок Я не разбираюсь Наполнять Наполнять И она решила Наполнить И вот перед нами 20-минутная лекция Вот Что в этой лекции Я и Фамилию не называю Ее лицо Не показываю Я буду Очень деликатен К сожалению Может когда-то Она все-таки Брянск Все-таки Это Может кто-то Когда-то Скажет Догадается Ну это что Центр поддержки Можешь найти Концы Вот Скажет Вы понимаете Железов сказал Что от вас Вред был страшный Дикий Неврядный А знаете почему Я даже смотреть Не хотел Когда-то Видел Нет Ключев Вот смотрите Сколько я всего Видите Красота Она что успела сказать Эта дама успела сказать Что Сейчас осень Самое время Для обрезки Думаете Все Дальше Она сказала Что Все зиму Можно продолжать Резать А дальше Она сказала Что ничего Она все Зарастет Вот такие Вот Замазывать Не надо Оно зарастет Я Сижу Кран У меня давление Подскочило Зимой Деревья Спят К весне Они начнут Столько Уже Как Это же Ну пусть Брянск Но она Как будто Не знает Что эти Полмиллиона Живут Из этих Полмиллиона Вот Вот этими Прием Сейчас Покажу Сайт Сайт Сколько Ошибок Делают Рекламируют А парикоз Вставляют Ворованную Фотографию Персика Это И смех И грех И сколько Таких случаев Я уже Разоблачил Даже Эти Якобы Специалисты Не могут Отличить Не только Яблонь от яблони Яблони от груши Вы представляете До чего дожили И вот Получается Так Она После этого Взяла И начала Вот это Дерево А я думал Она его будет Спасать Ну побелились Осенью Ладно Но Знаете что Дерево Больное Я же вижу Оно Больное Это я В железу Говорю Вот приглядитесь Вот пожалуйста Постарайтесь Посмотрите Сколько Веточек Ужил Она уничтожила Прежние годы Вот Оно Больное Сколько Она с него Веток Срезала Это уму Непостижимо Вот 20 минут Она объясняла Что все это Дерево Эти ветки Не нужны Перед зимой Вот Я вот так Среагировал На это Уважаемый Олег Олег А вы на этом Не успокоились И мне прислали Еще одно письмо Так Здравствуйте Насаженцы Сергея Железова Абрикос Крупноплодный Который Он мне прислал Прошлый вес Заряжались Плодики С интересной Расцветкой Которые Натолкнули Меня на мысль Это норма Для данного Сорта Или у меня Растет новый Вегетативный Гибрид Вот видите Друзья Я и Олег Междуна Жил нормальный Человек По моему Работает Шофером По моему Дальнобойщиком То есть С самой Середины Нашей Толщи Человеческой Вот Ни профессор Ни профессор Я бы такой Не спросил Для них Вегетативного Гелеза нет А он Получается А мы с вами Олег Олегович Потом проверим Смотрите Вот это Ваша Фотография Да Вот Здорово Необычно Ну Издаля Похож Конечно Вы знаете Здесь написано Сергей Железа Вам продал Его Как абрикос Высаживание Заказали Крупноплодный А мы Не знаем Что это Ну так бывает Крупноплодный Крупноплодный И вот Я сделал Так Вот фотографии Видите Плюньте Не облажайся Он не крупноплодный Похож Так Олег Я вас Проздравлю Потом Когда он полностью Созреет Если вот Как у меня Сейчас Знаете Как это Ураганы были Вот Посыпались Груши Посыпались Эти Страшные ураганы Ветки поломало Вот Деревья Ни одно Не упало Потому что Они у меня Приземистые И по моей Обрезка Ну в общем Помните Там Делается Я вам чуть ниже Покажу Почему у меня Ни одно дерево Не упало Вот После этих ураганов А Плоды Послабже Сыпятся Вот Если ваши плоды Доживут до зрелости Они окажутся Не такие Вы пишете Фотографию Мы в одном из вебинаров Рядом фотографии Положим Я вас поздравлю Или скажу Повторюсь Качество Для этого Прививку И делаем Или новое качество Поздравляю С вегетативным Гибридом Но если у вас Он будет другой Так Вернется форма Его Какого-то Из его предков Вот Ну Может быть Вегетативный Гибрид Ну а пока Извините Я просто Наберемся терпения Спасибо За такие письма Еще одно письмо Я говорю У меня праздник Потому что Допустим Вот этот товарищ Тоже со мной Не согласен Так А нет ли тут Русское имя Отчество Ну-ка Нет Нет Господи Стивен Чисто по русски Шпарит Значит Все-таки Наш Человек Ну не знаю Без обрезки Не обойтись Вот Кроме Много сухих веток Это Серьезнейший момент Потому что Одно дело Я приговорил Много Отменил обрезку Веток Которые Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т Все этих Их около десяти Наименований Но это не значит Что я против обрезки В принципе Много сухих веток Ну пожалуйста Отрезайте Только не отрезайте До конца Оставляйте Это мой совет Вот такие вот эти Вот как пальцы Такие вот пинти Вот Пожалуйста Пожалуйста Много трущихся Можно сделать Чтобы не терлись А можно одно укоротить так, чтобы одна стала не трогать, а вторую это пожалуйста, я тоже не против раз бывает вот так пилить друг друга плюс к тому же, если деревья высокие то все равно приходится пилить макушки мой вариант, то есть пожалуйста упустили, пилите макушки потому что оттуда падает у меня бывало абрикосы на такой высоте третий этаж, а потом падает и как яйцо разбивается ну хорошо на косточки беру, я поэтому не страдаю, а нормальный человек ему же надо в компот ему надо покушать а оно вон там под небом, это яблонь касается тоже, разбивается что получается значит, если я сразу ее потом показал, еще сто раз покажу, если я сразу пересаживаю половиночек вот, и я не говорю, что на верхний полезет, но все-таки у него крона будет достаточно достаточно такая и пышная и не то, что все ветки уставятся вверх а чуть-чуть распластается то есть результат будет тот же, но зато я не упустил момент сразу раз вот, это называется обрезка при посадке и может быть до формирования крона ну первый, второй год вот так потом уже желательно не подходить потому что все-таки это все-таки калечим вот она там калечила 20 минут а я даже одну и то стараюсь не калечить лишний раз дальше они у вас дают до сих пор до сих пор живы прекрасно плодоносят 80 лет хорошие крупные яблоки вот то, что не задичало это здорово я вырезал лесушняк выдолбил все дупла вычистил грибы и плесень кстати, вот когда-нибудь наука ладно, это все это может вы сами догадались это есть такой прием и вычищать и грибы и плесень и выдолбить и даже это самое цемитировать все это есть я бы хоть раз попросил бы не вас Академия наук ну сделайте вы это самое такой анализ ну один раз на 100 лет вперед потому что я железо говорю если бы вы смотрите не вычистяли грибы не вычистяли плесень не цементировали не выдолбили дупла он бы прожил столько же или дольше вот что хотите делать понимаете вот единственное это плохо когда в дупле собираются это так все относительно но в дупле могут вода стоять вот это единственное что вот есть способы почему я сейчас мы с вами сейчас рассматриваем крайний случай а не крайний случай это когда у меня куча фотографий в настоящем вебинаре я все покажу вот дождь кап 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 сухая вся сухая это сухой штамп и скелетные ветки основные не гниют и дерево практически вечное там получается не доходит до даже до этих до самых до дупел если все сразу а сразу это потом я уже поподробнее поговорю я вам благодарю за это письмо давайте его дочитаем так его бы давно убили ну тут я спорить не буду потому что вы останетесь при своем мне и я при своем вот почему потому что вот дерево которое действительно обрезается которое по штампу льется вода льется из года в год вот там появляется уже не то что это мое принципиальное отличие от большинства специалистов то что там не огромная плесень грибы убили бы а их бы просто не было ни плесень ни грибу вот вот это мое направление сделайте нормально и тогда не надо это не 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 цементировать не вычищать не обрабатывать не купорос вот и так далее идем дальше выпиливание старых веток сушняка выпиливаете небольшое пореживание необходимо вот небольшое пореживание яблони да яблони калечат как хотят видите даже выше я вам показывал страшные раны при прививке почка да яблони выживают а другие уже нет теперь про вишни яблони и вишни так это особые два вида они самые терпеливые на влагу вот и самые как бы сказать такие надежные в плане морозостойкости и и это самое сопротивлению сырости именно яблони и вишни и вот они у вас только и прожили да здорово вот но если брать в целом так как принято делать я сейчас ниже кое-что про это еще скажу вот получается так что вот вы пишете небольшое пореживание яблони переживут и даже вишни переживут но есть все остальное вот как раз ни хрена и у нас и садов из-за этого практически нет и то что есть это не сады когда показывают по центральному телевидению и этот канал бобер со своими этими феми феми вот значит и другие каналы и они обязательно работают с больными деревьями они даже для вот это и дерево оно должно быть совершенно здорово и человеку нужно бы доказать что вот эта ветка ему здорового дерева совершенно не нужна вот он не знает что потом не будет ветки не будет листьев и вода потечет по штампу я потом докажу вот они этого не знают поэтому ля-ля-ля-ля-ля-ля ну ладно бы они здорово покалечили у них нет даже здорового дерева найти не могут просто не могут найти чтобы его искалечить они больные добивают которым подходить нельзя которым без слез нельзя смотреть на них вот так вот ну а теперь получается так ваш случай крайний поздравляю 80 лет яблони 30-40 груш с левым вишнем но вопрос видите спорный молодец что сами написали слово спорный вот и вы пишете согласен что это рано и плохо для дерева но без этого не обойтись без прорежива не обойтись можно все таки уважаемый Стивен если вы если вы Стивен если это ваше имя так ладно в общем мы друг друга поняли надеюсь поняли я показал вот у вас яблони которым 80 лет у нас таких старых нет вот так ну вот допустим посмотрите это молодая яблони это пипин шифран видите вот ее никто не прорежет к нему ни разу мы не подошли с этим как он называется секатором ни разу вот и вот страшный сон я вам показывал помните генеральская академия схема вот такая же примерно по возрасту ладно маленькая яблоня диабеточек мало там калечит мало работы мало они же вот такую яблоню ну не летом когда яблок-то полно они зимой вот подойдут к ней поставят если их они же работают по найму вот был бы я миллионер я бы прикалывался я бы сказал я живу в Сибири я простой этот самый как его называют обыватель да у меня вот растет такая яблоня пожалуйста приедьте с Москвы я куплю я человек не бедный я вам заплачу дорогу оплачу они по найму работают аспиранты с этими миллионерами я вам оплачу дорогу вот будучи миллионерами можно же так сказать как сказать с таких позиций выступать и вот сделаю эту фотографию а потом говорю приедете вот я видел ваши эти самые схемы обрезки мне понравилось пожалуйста а и зимой зимой когда вот этого нет и дерево кажется галенастым несчастным и пониже ростом и такое и сделайте мне обрезку а у них нормативы есть то есть они работают за деньги эти меряются подработка ну как все это как это называть шамашка вот и после этого я бы пожертвовал одним деревом но потом бы на всю страну бы вот это учитывая что я миллионер я бы платный организовал на центральном канале на трех лучах самых крутых каналов это бы все и сказал хватит дурить народ ведь люди часами часами с секатором с каждым таким деревом мучаются читают еще таких много люди считают что если не сделал ты обрезку весной то дерево вообще надо выбрасывать в кости они уже перепилуй выпиливай это все есть так что Стивен я не совсем с вами согласен но за письмо благодарен понимаете вроде говорили сто раз но я под это дело нашел фотографию которую вы ни разу не видели правильно вот и дали повод поговорить я не виноват вы пишите я отвечаю вот смотрите это после ураганного ветра смотрите вот это вот то что уважаемый Стивен обрезку да это яблоня так искалечено вот обрезку мне это легко мне это легко я же знаете как это я ни разу мимо не пройду такого ни одного случая в жизни чтобы я прошел я потом бывало возвращался за 20 километров если не было фотографировал вот идешь у нас же как такая оградка и все сады на виду и вот значит смотрите никто это еще одна фотография для будущих их должно быть сотни тысяч это будет монография монография это видимо что-то вот такое вот это наверное будет многотомник но там будет вот эта фотография вот прямая связь искалечное дерево и больные листья вы поверите мне что на разных деревьях ну просто поверьте мне железовым что если заросла трава я вам уже показывал я извините если я повторяюсь заросла травой так если ну там кроме как когда косится большинство муравьев вот они видите на экране большинство муравьев там совершенно не это не страдает ну появляются холмики с коса их сносят ну переносят и собирает потом опять личинки находит другое место вот то есть не максимальное количество как хотелось бы но все-таки у меня их достаточно и есть допустим там где грядки между деревьями а куда деваться земли в стране нет для железа вот это самое и получается что прямо вопиет там где черный пар там клип десятки раз больше этого не заметил никто а второе это первое это я бы так по случаю пришлось это важнейший разговор это важнейшая тема все что я говорю а второе а фотография он показывал просто Федару было много здоровое дерево муравьи или не трогают не сами муравьи а тля кстати ее переносят не муравьи ее переносят тля с крыльями об этом до сих пор никто не знает муравьев тоже есть крылья вот об этом тоже никто не знает вот и никто не знает как муравьи обогревают своё жилище. Не знаете как? Ой, интересно, но жалко не по теме. Я вам рассказывал про один способ, а я теперь ещё один знаю. Это нам надо знать, людям, потому что большинство из нас это вообще особенно с удовольствием. Смотрите. Дерево, дерево, на одно дерево тля заводится. Почему? На дереве не хватает ему иммунитета, ему не хватает антитил для того, чтобы отравить тлю. А на других хватает. Это касается отдельных видов. На абрикосах у меня никогда. На сливах, допустим, реклона у меня никогда, не бывает тли. А у людей бывает, да. На абрикосах у людей бывает. А у меня никогда. Вот, груши. А у меня никогда. Вы представляете? Насколько мне легче жить? Да потому что дерево здоровое. А если с секатором каждую весну до этого... А я вам потом покажу, когда побольше будет времени. Это ужас! Сколько они? Это еще... Ладно, вот она. На экране. Еще в 10 раз больше находят причин, чтобы изувечить дерево. И вот получается, что фотография это очень к месту. Почему? Видите из количества дерева и видите тлю. Здесь прямая связь. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. И теперь comes с кем-то, Это очень полезная вещь.